Салам алейкум, уважаемые участники, гости нашего мероприятия. Мы рады вас всех сегодня здесь приветствовать. У нас важное мероприятие на тему мусульмане на защите Отечества от истории к современности. И сегодня мы сначала обратимся к опыту Великой Отечественной войны, посмотрим документальные хроники тех дней, увидим, какой вклад в победу внесли мусульмане, а затем мы перейдем к современным событиям и поговорим о тех людях, вернее они сами о себе расскажут, кто сегодня героически сражается и защищает Отечество, нашу Родину. Итак, позвольте мне представить нашего уважаемого эксперта Ахмадулина Вячеслава Абдуловича, доктора исторических наук, профессора Финансового университета при правительстве Российской Федерации, а также полковника запаса вооруженных сил Российской Федерации и ветерана боевых действий. Ну, Вячеслав Абдулович сейчас представит меня. В свою очередь я хочу представить Наталью Сергеевну. Наталья Сергеевна – психолог Болгарской Исламской Академии, кандидат философских наук и особое внимание для ученых. У этой дамы она кандидат наук, индекс Хирша – 11. Спасибо большое, Вячеслав Абдулович. Итак, чтобы погрузиться в те времена, когда наши с вами деды, прадеды защищали страну от немецко-фашистских захватчиков, мы сейчас посмотрим кадры кинохроники об этих днях из архивных фондов Российской Федерации. Это реальные кадры, как оно действительно было. Внимание! Говорит Москва, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, нирванские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война Советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин И можем переходить к основной части нашего мероприятия. Мы поговорим и увидим, какой вклад в победу внесли мусульмане. Поэтому позвольте открыть наше мероприятие чтением священного Корана. Уважаемый Джалилюдин, пожалуйста. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну что ж, будем продолжать. Сейчас мы посмотрим фильм «Джихад против Гитлера». Но прежде мы поговорим несколько минут с одним из создателей этого фильма, Вячеславом Абдуловичем, который к тому же не понаслышке знает о том, что такое боевые действия, что такое защита Родины. Вячеслав Абдулович, скажите нам пару слов, почему вы решили стать военным, что повлияло на ваш выбор? Я родился в семье офицеров. И офицеры довольно-таки рискованной профессии. Сначала он был летчиком, потом стал профессиональным парашютистом-инструктором. Учил курсантов летного вертолетного саратовского училища покидать вертолеты с парашютом. И я видел, как отец, уходя на работу, ходил к нему на прыжки, каждый день рискует жизнью. Я понял, что надо быть военным. Спасибо большое. А как вам запомнился ваш первый опыт участия в вооруженных конфликтах? Первый опыт участия в вооруженных конфликтах, он не был сопряжен непосредственно с нахождением на территории противника. Я обеспечивал боевые действия, находясь на территории Советского Союза, в Советской Туркмении, в Советском Узбекистане. И лишь спустя 30 лет моя мечта осуществилась. Я оказался на территории, где непосредственно проходили боевые действия. И в Сирийской Арабской Республике я провел 150 дней. Спасибо большое. Вы имеете ряд государственных наград. Это медаль Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Награды разных зарубежных государств, в том числе Афганистана и Сирии. Поделитесь, пожалуйста, нами впечатлениями, что чувствует человек, когда ему вручают такие важные государственные награды. Как для вас это было? Ну, наверное, все-таки огромный восторг, потому что первую награду, которую я получил, вот иностранную, да, это афганская, благодарно афганскому народу. Мне ее вручили в кабинете начальника штаба воинской части. А вот если говорить о такой высокой государственной награде, как медаль Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени, генерал-полковник Зарудницкий, который был моим командующим в Сирийской Арабской Республике некоторое время, он вручил мне эту награду в присутствии всего профессора преподавательского состава военной академии генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации. Я видел в зале сидящих офицеров, которые прошли не одну войну, награжденных боевыми наградами и медалями. И, конечно, восторг был от того, что я хоть на миллиметр к ним приблизился, стою в одном строю с людьми, которые легендарны, и с теми людьми, которых очень часто вы видите по телевизору, которые представляют, как наша страна освобождает территорию Украины от нацизма. Спасибо большое, Вячеслав Абдулович. Вот в рамках ваших исследований, кандидатской, докторской диссертации, вы именно изучали вопрос, какой вклад внесли мусульмане в защиту Отечества нашей страны. Вот скажите, пожалуйста, почему вы выбрали именно это направление научных исследователей? Что повлияло на ваш выбор? В начале 90-х годов очень модной и очень интересной стала тема участия в русской православной Великой Отечественной войне. Имя Вячеслав, фамилия Ахмадулин, отчество Абдуловича. Я понял, что сам Аллах, наверное, помогает мне найти этот путь. Я стал заниматься тем, что делали мусульмане в годы Великой Отечественной войны. Надеюсь, что мне удалось немало, потому что доказана правда о том, что мусульмане обратились в лице муфтия Расульва, впервые обратились к народу страны не через год после начала Великой Отечественной войны, как это всегда говорилось в советское время, а обратились впервые 18 июля 1941 года. Спасибо большое. Вот как раз-таки у вас есть много научных трудов, где могут прочитать наши уважаемые гости, мероприятия, студенты более подробно об этом. Что бы вы посоветовали почитать именно студентов исламских образовательных учреждений? Что для них важно, обязательно, что они должны знать о вкладе мусульман в защиту нашего Отечества? Сейчас очень хорошо искать любую книгу, любой ресурс, искать через интернет. И в этом смысле я выложил несколько статей о патриотической деятельности мусульман в годы Великой Отечественной войны. А сегодня и в Болгарской исламской отеле, когда проводил лекцию, подарил свою книгу «Патриотическая деятельность духовных управлений мусульман в годы Великой Отечественной войны». И в Дагестане я знаю, я эту книгу раздавал тоже, прошлую свою поездку, и в Уфе тоже я это сделал. Поэтому и в Уфе, и в Дагестане это есть, и в Казани тоже эту книгу раздавал. Она есть, и она в Казани есть в государственной библиотеке. Спасибо большое. Вы являетесь научным консультантом ряда фильмов документальных об участии мусульман в защите Отечества. Один из них мы сегодня посмотрим «Джихад против Гитлера». Расскажите, пожалуйста, какой вы лично внесли вклад в создание этого фильма? Я смог найти и отдать главному создателю, Ахмаду Макарову. Я был когда-то его научным руководителем в Московском исламском институте по бакалаврской работе. У нас с ним плотный душевный контакт. И вот я все эти документы, которые смог найти по деятельности мусульман в годы Великой Отечественной войны, я ему отдал, и он эти документы смог вмонтировать в фильм, и это будет видно. Спасибо большое. Ну что ж, теперь мы сможем посмотреть фильм и сами в этом убедиться. По заказу Духовного управления мусульман Российской Федерации и по благословению муфтия шейха Равиля Гайнуддина. Духовного управления мусульман Российской Федерации Прохладой ночь лелеет землю, Луна сменила солнце круг, И к деду, робко, к ветерану, Пришел его любимый внук. Все в доме крепко уже спали. Твержу ему, ложись. Он, не, скажи мне про твои медали. Что было на большой войне? Откуда все твои ожоги? Ты поделись, чтобы я знал, Где потерял ты свои пальцы, И с кем в бою ты воевал? Я воевал, чтоб ты в постели Так мирно, без тревоги спал, Чтоб птицы вместо бомб летели. За мир, за братство воевал, И за отчизну, родину, за мир. Мы воевали там плечом к плечу. Татарин и узбек, черкес, башкир, Все наши братья, всех обнять хочу. Великая Отечественная война Стала тяжелейшим испытанием для всего человечества, И особенно для Советского Союза. Все его народы как один, Забыв о разногласиях и былых обидах, Нанесенных властью Советов, Дружно встали на защиту общей Родины. Миллионы мусульман принимали самое непосредственное участие В отражении фашистской агрессии И ковали победу в пылу. Не доедали сами, И при этом обустраивали эшелоны беженцев И делились последним. Принимали сирот и детей в свои семьи. Лидеры советских мусульман Еще в самом начале войны Призвали своих единоверцев На борьбу с врагом. 18 июля 1941 года Муфти Габдурахман Расулив И Центральное Духовное Управление объявили газоват – Священную войну захватчикам. В первые месяцы войны были составлены и приняты Три обращения ко всем верующим – начать джихад против оккупантов. Мусульмане всего Союза собирали пожертвования, На которые были снаряжены авиаэскадрильи и бронепоезда. На этой ниве особо выделяется неоценимый вклад, Ставшего впоследствии муфтием Шакира Хазрата Хиелиддинова. Сотни тысяч мусульман различных национальностей, Мужчин и женщин ушли на фронт. В тяжелейших условиях они совершали намаз, Подчас в своих окопах. В священный месяц Рамадан держали пост у разу, Молились Всевышнему даровать победу. Вера помогла выстоять, не сломиться и подняться в полный рост, в атаку. Многие тысячи мусульман были удостоены высоких званий И награждены орденами и медалями. Их подвиги воспели поэты и увековечили писатели и скульпторы. Более полутысячи были удостоены самого высокого звания, Героя Советского Союза, Или стали полными кавалерами Ордена Слава. Среди них 161 татарин, 96 казахов, 69 узбеков, 57 дагестанцев, 43 азербайджанца, 39 башкир, 18 туркмен, 14 таджиков, 12 киргизов, 8 кабардинцев, 6 адыгейцев, 6 чеченцев, 6 крымских татар. Кто-то в тылу лечил нам раны, Победу за станком ковал, И беженцев оберегали, И подвиг трудовой сиял. Не разделялись, Но делили. Последний хлеб между собой, Бок о бок воевали, Победили. Увы, Не все пришли домой. Мусульмане как могли приближали победу, Они сражались на передовой, Другие самоотверженно трудились в тылу. Лозунг «Все для фронта, Все для победы» Не был пустыми словами. Работали все, Старики, Женщины и подростки. Учителя ушли на фронт, Детей учили студенты институтов И техникумов, Снятые с учебы в школы. Казань и Уфа, Ташкент и Алма-Ата Принимали эвакуированных. Казахстан принял миллион человек, Узбекистан еще больше. Выражение «Ташкент, город хлебный» Стало своеобразным И всем понятным символом. Делились всем Едой, одеждой, игрушками С семьями ушедших на фронт и беженцев. Многие тысячи тысяч сирот Нашли кров и приют В мусульманских семьях. Самый известный пример, Когда узбекский кузнец Шахмед Шамахмудов Вместе со своей женой Бахри Акрамовой Воспитали как своих Пятнадцать сирот разных национальностей. «Умирая, не умрет герой», Так говорил Муса Джалиль. «И мусульмане все горою Спасали жизни. Враг все бил. Контузило и пальцы оторвало. Кавказцы, братья, донесли, спасли. Столько народов погибало, Но знамя над Рейхстагом Вознесли». Среди тех, кто устанавливал Знамя Победы над Рейхстагом, Были татарин Гази Загитов, Казах Рахимджан Кашкарбаев, Кумык Абдуль-Хаким Исмаилов. Последний успел совершить хадж Незадолго до смерти. Подполковник Мавлит Висаитов Воссоединился с войсками союзников На Эльбе при Виттенштейне. Многие из тех, кто воевал в те трудные годы, Восстанавливали не только страну После разрухи, но и религиозную жизнь. Кто в 1940-е годы, а кто и позже, Как Ахмадзаки Софиулин, Ставший учителем многих Религиозных деятелей нашего времени. Во время войны многие мусульмане Давали назр, обязательство о том, Что если вернуться домой живыми, То принесут в жертву животное, Курбан, или откроют мечеть В родном селе или городе. И приносили, и открывали, И продолжали служить И сохранять веру отцов. Без них бы не было победы, Под мирным небом спать ложись. Единоверцы, наши братья, Чти память их, Ими гордись. Это завершение фильма. Ну что ж, пока вы думаете, Какие вопросы задать Вячеславу Абдуловичу, Одному из создателей этого фильма. У нас, среди нас есть человек, Вы пока думаете, Собираетесь с мыслями. Среди нас есть человек, Готовый рассказать о своих родственниках, Которые героически сражались. И память о них живет в сердцах Многих людей в наши дни. Поэтому слово Шамилю Лирову. Мои прадедушки внесли свой вклад в победу над фашизмом. Они из маленького кыргызского села Красный Милиантан. Старший брат из харлиров Был председателем колхоза. А младший брат Был ему помощником, Надежным помощником. В году войны Старшему брату пришлось работать в тылу, Не знаю, дня и ноти Под девизом Все до фронта, все до победы. Но уже после войны За достигнутые успехи, За внесенный вклад в победу Был награжден медалью За самоотверженный труд. А другой мой прадедушка Ушел на фронт. Героически сражался. Погиб. Долгое время о его судьбе Никто ничего не знал. Похоронку никто не получал. Семья никто не получал. Лишь недавно Моим родственникам удалось установить Местность, где был похоронен Белорусская деревня Новые Вайханы. Члены нашей семьи В 2016 году Посвятили могилу И отдали дань уважения За его подвиги. Долгое время О судьбе от прадедушки Я тоже ничего не знал, Как и все. Но некоторое время назад Я понял, какой Какой сложный путь Прошел на фронте. Я горжусь тем, Что в моей семье Есть настоящие мужчины. Вечные герои. Которые для всех нас Пример. Спасибо, Шамиль. Подвиньте, пожалуйста, Микрофон к нам поближе. Ну что, есть вопросы К Вячеславу Абдуловичу, Создателю фильма. Спасибо большое Шамилю, который так Искренне рассказал Нам историю своей семьи. Ну что ж, Вы можете Пока собраться с мыслями. И у вас будет возможность Задать вопросы Вячеславу Абдуловичу В конце мероприятия, Если их пока нет. Ну и мы должны сказать, Что сегодня Наше время Рождает новых героев. И сегодня мы посмотрим, Кто эти люди. Пожалуйста, Видео о герое Специальной военной операции Рустаме Худайнурове. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Увидим героя, Который живет в Дагестане. Это простой парень, Обычный человек, Такой же, Как тысячи других. Однако он уже в 21 год Совершил Великий подвиг. И, пожалуй, Я дам слово Вячеславу Абдуловичу, Который лично знаком С этим человеком. О том, Чтобы в двух словах Рассказать, Кто это такой, В чем его подвиг. И мы увидим, Сможем с ним пообщаться. Летом этого года Я отдыхал в санаторий И познакомился с парнем, Который проходил реабилитацию После специальной военной операции. У него нет левой ноги, Ниже колена. Зовут его необычно, Леонард. Меня что поразило, Человек высочайшего жизненного оптимизма И настоящий альтруист, То есть человек, Живущий не для себя, Живущий для людей. С Натальей Сергеевной Мы сделали запись интервью с ним. И мы были поражены, Как он искренне отвечал на вопросы. Посмотрите на его лицо. И как он отвечает, Я вот особо хочу сказать, Нам было интересно, Что он чувствовал сразу после того, Как случилось ранение, И у него отняли ногу. О чем он думал? Вот этот момент, пожалуйста, Обязательно прослушайте. Это просто удивительно, Насколько искренне он отвечает, Что он делал в этот момент. Спасибо большое. Прежде чем мы перейдем к видео, Я хотела бы сказать, Что несмотря на это ранение, Человек продолжает жить, Он планирует учиться дальше, Он продолжает служить, Он служит в военкомате. Поэтому сегодня, Из-за того, что он военнослужащий, Он не смог лично подключиться. Но мы сделали запись разговора, Это обычный разговор. И мы сейчас вот увидим, Как человек о себе рассказывает, И как он сам видит всю эту ситуацию. Пожалуйста, будьте добры, Видя с Леонардом Мухаммедом Магомедовым. В Украине мы были в Харьковской области, Город Изюм, Изюмском районе. Вот. У нас задача была взять город Изюм. Город Изюм мы взяли, Вот. Потери были большие. Потом мы двинулись дальше, В деревню Каменка, Сюда мы заехали. Одна рота заехала, Там, где я второй день получил ранение. На второй день. Дорогой Мухаммад, Давайте вот так попробуем. Вот вы главную мысль рассказали, А теперь мы чуть-чуть на машине времени Возвращаемся назад. Вот вы послужили, Контракт подписали, Решили связать свою судьбу С вооруженными силами. А когда вы решили связать свою судьбу С вооруженными силами, Вы понимали, Что вам, как мусульманину, Придется выполнять регулярно обряды, Регулярно делать намаз. Насколько расписание Исламской жизни Вписывалось в расписание Военной жизни. Помогал ли кто-то из командиров Все эти вещи совмещать? Или были такие, Которые говорили, Некогда молиться, Идем заниматься строевой подготовкой, Стрельбой, тактической, Медицинской подготовкой и так далее. Вот как часть этой жизни военной Складывалась до специальной военной операции? Этой жизни Мне, как бы, даже Командир роты, Все командиры, Которые у меня были, Они все разрешали делать намаз В свое время, Даже если там построение было какое-то важное. Я делал намаз, Потом уже выходил на построение, На какие-то задачи. И не пять раз. Эти офицеры, Которые с таким большим уважением Относились к вашим религиозным обязанностям, Они тоже были мусульманами? Один был мусульманином, Остальные русские. А самый ваш близкий командир, Вот командир роты Или командир взвода, Где вы служили, Это были русские мужчины Или мусульмане? Русские. А как звали командира роты? Фамилия, имя, отчество, Какое воинское звание? Как он вообще воспринял впервые, Что увидел, что вам надо молиться? Вы у него попросились? Или он просто увидел? Как это было? Старший лейтенант Марченко Иван Сергеевич. Когда он был у нас командиром роты, У нас как раз построение было Во время обеда. Я к нему подошел, Сказал, Ну, сейчас время намаза, Я намаз сделаю и выйду. Он вообще разрешил делать намаз, Ничего такого лишнего не сказал. Сказал, Намаз сделаешь, Потом выйдешь. Хорошо относился. А когда вы пересекли Государственную границу, Было время помолиться И вот полноценное? Или просто чуть-чуть в уме Прочтешь какой-нибудь аят, Поблагодаришь Аллаха, И на этом все. Как вообще это было? Мне интересно. Первые два дня Помолиться времени не было. Мы как ехали два дня, Так и ехали. Целых два дня ехали. Так в уме, когда ехали. В составе колонны, да? В БМП двигались, да? Или на железнодорожном тракте? Да, да. Нет, в составе БМП, Танков, Техникой. А так времени так особо не было. А через два дня Мухаммад? Что? Через два дня после того, Как движение закончилось, Разогнулись? Когда, да, было время, вот. Когда останавливались, вот, На некоторое время в каком-то Населенном пункте, Тогда было. Когда останавливались в населенных пунктах, Тогда было. А когда, вот, Мы как, Действовали, как штурмовой батальон, Постоянно вот, Насыпали. Вот, так особо времени не было. Я для всех расскажу, Мухаммад, с вашего позволения. Мухаммад работал как Механик-водитель Боевой машины пехоты, БМП-2. Наводчик-оператор. Оператор-наводчик работал. То есть он непосредственно Вел огонь по противнику. Через какое-то время, Когда командир роты дал приказ, Они вышли из БМП, И командир стал корректировать огонь Уже и для других военнослужащих. А Мухаммад отпросился Покушать в это время, да? И что увидели бы Мухаммад, Когда нашли покушать? Я боковым зрением увидел, Что с той стороны Ихние эти гранатометчики Открывали огонь На нашу вторую роту. Вторая рота стояла Чуть сзади нас. Я это увидел, Потом я подбежал Командиру с водой Ему все рассказал, Он дал мне РПГ И одноразовые шмели Сколько? Одноразовые РПГ Я отработал по ним В окружности 50 метров от них Все там уничтожил И тогда мы не знали Шмели Два шмеля Два шмеля было И Одна муха И один гранатомет Там отработал С окружностью 50 метров Тогда уже Мы не подходили Там узнать Что там Как там После того, Как деревню взяли Я в госпитале Лежал Когда мне рассказали Что там 5 трупов было А ранения Как получили Мухаммад Ранения Мы к наступлению Когда готовились Наступать на эту деревню Мы готовились Я когда шел к Бэхе К своей Хотел залезть Не дошел до Бэхи Присел Оказывается Прилетела Польская мина Вот Она рядом упала Одним осколком Мою ногу забрала Другой осколок Там И Командир батальона Был рядом Ему в легкие Прилетело Он на месте Еще погиб И Некоторые другие Раненые были Солдаты Слегка Что в госпитале Помогало выжить Какие на фронте Аяты читались Вот Либо в слух читал Либо в уме читал Какие аяты Вам помогли В уме читал И в слух тоже читал В уме Аяты Аяты Курси Сура Нас Фаля Ихлас Сура А в госпитале Вот эти В госпитале То же самое Повторял В госпитале Я уже как бы Морился Чтоб Взвод Рота Вышли оттуда Целыми Живыми Вот За всех Командир Обещал он Что вы живыми Вернетесь Командир Командир Обещал Что живыми Вернетесь Он нам Он нам Дал слово Что Его главная Задача Чтоб Вот Мы Наша рота Вернули Все живыми Он сказал Что Постарается Это Своё слово Сдержать У него Главная Задача Чтоб Нас Вернуть Живыми Всех Но он Это Сделал Сам Погиб Еще раз Скажите Для всех Что вы Слышали Как Звали Командир Старший Лейтенант Марченко Иван Сергеевич Какое Училище Он Закончил Военное Московское Командное Что Общее Войсковое Это Самое Знаменитое Училище Разговаривали Они Рады Были Нас Видеть Они Говорили Еще Что Нас Восемь Лет Ждали Все Так Рады Были Кто Еще Нас Крестил Там И Общались Рассказывали Нам Что Происходило За Эти Восемь Лет Вот И Мы Поняли Что Не Зря Приехали Туда А Про Детей Что Нибудь Можете Сказать Как Дети Себя Вели Вообще При Эти Действиях Военных Действиях Как Дети Относились К Вам Дети Вообще Радостные Были Как Будто Свои Военные Приехали Там Как Будто Мои Родные Там Вообще Радостные Были У них До Этого Когда Операция Началось Занятий В школе Не Было Да Они Говорили Что Там В подвалах Приходилось Ночевать Там Школу Не Отпускают Детей Боялись Что Туда Полетит Снаряд Обстрелы Они Пережили Эти Дети И Взрослые Да А Кто Обстрел Да Да Нацбатальоны Обстреливают Нацбатальоны Национальные Батальоны Да И ВСУ Да Батальон Да Батальон Айдар Айдар Да Понятно То есть Это вот Террористические Силы Которые Запрещены В Российской Федерации Да Да Спасибо вам Скажите пожалуйста Какие у вас Планы На будущее Что вы Хотите Планы Планы На будущее Остаться Вооруженных Сил Российской Федерации Вы уже Остались В звании Прапорщика Да Но что нужно делать Как думаете Что Что нужно делать Дальше Вот прапорщиком Вы остались Как жизнь Дальше Всю жизнь Прапорщиком Вы Нет Думаю Поступать Учиться На Офицера Умница А куда В какую Республику Хотите Приехать Учиться На Офицера В какой Город Казань Танковое Училище На Замполитов Спасибо Спасибо Большое Вячеславу Абдуловичу И конечно Нашему Главному Герою Мухаммеду Магомедову Наша Задача Наша Задача Всевозможна Поддержать Помнить Таких Людей В своих Молитвах И Хотелось Бы Представить Вам Еще Одну Героическую Женщину Которая Потеряла Сына Во время Специальной Военной Операции Он Очень Стойким Был Смелым Человеком И в общем-то Сражался До последней Капли Крови Но Он К сожалению Погиб Однако Память Его Живет В сердце Матери И в сердцах Многих Людей Которые Сегодня Читают Его Стихи Несмотря На то Что Он Умер В Юном Возрасте Тем Не Менее Он Оставил Вот такое Поэтическое Наследие И Я Хотела Бы Вам Представить Ларису Мурадшину Ее Сын Служил В армии Срочником Он Учился В летном Училище Закончил Колледж По гражданской Авиации И пошел В армию Отслужить И потом Хотел Дальше Продолжать Обучение И он Подписал Контракт Находясь В рядах Вооруженных Сил И когда Началась Специальная Военная Операция Вместе С другими Военнослужащими Был направлен Вот В зону Боевых Действий После Лариса Долгое время Тоже не знала О судьбе Сына Но вот К сожалению Пришли Печальные Вести Что в Одном Из боев Он Погиб И До Последнего Момента Он Перевязывал Немногим Удалось Выжить Мало Тех Кто мог Рассказать О гибели Сына Но Тем Не Менее Такие люди Были Они Говорили О том Что Он До Последнего Помогал Перевязывал Рано Тем Кому Было Трудно И В общем То Проявлял Храбрость Хотя Это Был Совершенно Обычный Парень Который В общем То Всего Лишь Несколько Месяцев В своей Жизни Ну Он Был Конечно Мужественным Смелым Он Собирался В такую Мужскую Профессию Освоить Летчиком Но Тем Не Менее Вот Это Человек Который Искренне Совершил Такой Человеческий Гражданский Военный Подвиг И Он Оставил Поэтическое Наследие Я думаю Что Пока Мы Организационные Вопросы Решаем С Ларисой Мы Сейчас Послушаем Мы Готовы Послушать Николая Стихотворение Ее сына И пока Мы его Включаем Я хотела бы Сказать Что это Стихотворение В прочтении Актеров И близких Для Эльдара Мурадшина Который погиб Героически Людей И вот Мы с Ларисой Договаривались О том Что до сих пор Очень больно Об этом Говорить Она Издала Сборник Его стихов И Написала Небольшое Вступление Пигров К этому Сборнику И она Попросила Меня Прочитать Чтобы Вот Не заплакать Значит Что пишет Мать Что он Успел Сделать За столь Короткую Жизнь Что оставил После себя Его Неизменные Друзья Книги Его Настоящая Любовь Поэзия Его Дети Стихи На обложке Блокнота С любимыми Стихами Он Себя Нарисовал В виде Ангела Мой Ангел Твои Стихи Полет Души Чистой Честной Перед Собой И миром Давайте Мы увидим Как близкие люди Которые знали Ильдара Читают Его Стихи Счастье Ветхие Лохмотья На восторженном Челе В нем Страдание Многоточие Исчезает Вдалеке Грусть Тяжелая Накидка На опущенных Плечах Изможденная Улыбка Умирает На устах Гнев Гремящие Доспехи Не дающие Вздохнуть Счастье На пути Помехи Он Все Знает Наизусть Страсть Любовь И упоение Обнажившийся Сердец Их Прекрасное Скольжение Озаряет Спот Небес Радость Легкие Одежды Не стесняющие Грудь Скрасит Все Что было Прежде И придет Когда-нибудь Ритм Жизни Переменчив Будь И ты Готов Сменить Прелесть Шелка На доспехе Наготу Плащом Прикрытие Радость Сменится Печалью Гнев Заглушит Пыл Страстей Все Что Чувствовало Вначале Сменится Стечением Дней Лариса Лариса Это пример Такого Женского Патриотизма Потому что До тех пор Пока есть Такие Матери У нашей Страны И в целом И мусульманских Народов В частности Всегда будут Достойные Сыны Благодаря Ее Вот такой Деятельности Память Об Эльдаре Живет В сердцах Многих Людей Она Создала Группу И в социальных Сетях Где Поддерживают Тех Кто Женщин Тоже Потерявших Сыновей Тех Кто Сегодня Героически Сражается И я думаю Что нам Очень важно Тоже Найти Место В своем Сердце Для таких Людей Которые Так смело Так отважно Сражаются И Мы обязательно Я думаю Тоже будем Помнить В своих Молитвах Таких Вот Героев Да Сергеевна Меня слышно Видно Да Лариса Это вы Замечательно Лариса Ну расскажите Пожалуйста Здравствуйте Здравствуйте Расскажите Пожалуйста Нам немного О вашем сыне Вот Каким он Был Человеком Шердак Отмерил Ему Собственно Причем Причем Полюбил По-настоящему Они Стали Его Друзьями В общем Это было Обычное Явление Потому что В нашей Семье Все Люди Читают Его Читатель 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 Моя 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 Военная Энциклопедия Так Она Называлась Эта Книга Была Зачитана До Такой Степени Что Обложки Уже Не Было Герои Его Детских Книг Тоже Были Наделены Такими Качествами Детских Книг И Детских Его Игр Были Наделены Такими Качествами Как Мужественность Благородство Затем Его Литературные Пристрастия Они Не Имбез Просто Он Полюбил Исторические Книги И Я Радовалась Что Сын Идет По правильному Пути Что Он Читает Настоящие Книги Общается С хорошими Людьми Он Очень Полюбил Поэзию Кучки Лермонтов Блог Он Обожал Поэзию И Уже Будучи В школьном Возрасте Начинал Как-то Потихонечку Писать Стихи Это Сначала Эпиграммы Были На его Одноклассников А потом Он Когда Учился Стал Показывать Несколько Стихотворений Такие Подростковые И Действительно Очень глубокие Стихи После Девятого Класса Мы Решили Что Лучше Всего Ему Будет Поступить В колледж И Он Поступил В колледж Гражданской Авиации Это В Челябинской Области В Троицке Было Нелегкое Разочарование У него Потому что Все ребята Которые Его окружали В его группе Первая группа В которой Он учился И Соседи По общежитию В основном Мальчики Занимались Тем Что Играли В игры Проводили Время В телефонах Как сейчас Обычно Большинство Молодых Людей Наверное Это Было Не в его Характере Спасибо Большое Лариса Можете Пару слов Сказать Усиленно Читать Меня Слышно Да Лариса А вы Наслышите Мы Поняли Что Он Очень Любил Читать И Поэтому Он Вот Так Много Стал Сам Писать А Можете Пару Слов Сказать О Его Дедушках И Бабушках Которые Были Участвовали Да Конечно Когда После Колледжа Он Получил Повестку В Армию То В общем То Конечно Колебания Были Был Какой То Страх Потому Что У него По состоянию Здоровья Мы Думали Он Вообще Служить Не Будет И Он Собирался Поступать В Казан Очень Далеко Идущие Но Когда Получил Повестку То В общем То На Семейном Совете Было Решено И Он Сам Будет Служить Потому Что Все В нашей Семье Все Мужчины Служили И Был Пример Дедушек Который Прадедушек У Жильдара Которые Участвовали В Великой Отечественной Войне Дедушка Байгулов Чатхуатович У нас Был Кавалер Ордена Славы Он Командовал Штурмогом Отрядом И Поэтому В общем То Пример У него Были И Ходили У нас И семья По соседству Жила По той же Великой Отечественной Войне Участвовал Наш сосед Про него Писал Сочинение Мы каждый год Поздравляли Его с 9 мая То есть Пример Перед его Глазами Был И Из Книг Опять Я Возвращаюсь Книгам Наверное Он Понял И Уяснил Что Мальчик Должен Быть Мужественным И Он Должен Пройти Через Это Служить Обязательно В военных Силах В военных Силах Ну Так Получилось Что Он Подписал Контракт Он Советовался Со мной Говорит Мама Вот Ты Думаешь Может Мне Подписать Контракт Потому Что Как раз Было Время На 20 Год И Поступать В общем Не было Возможности В то Время Мы Подумали И В общем Я Дала Согласие Хотя Был Какой Страх Что Говорит Сынок В горячие Точки Ты Не Попадешь Точно Да Нет Мама Это Все По Желанию Спасибо Вам Большое Спасибо Спасибо Мы Не будем Вас Трамвировать Чтобы Вы Рассказывали О том Дне Когда Вы Узнали Об Это Может Вы Прочитаете Стихотворение Сына И Мы Должны Будем Уже С вами Заканчивать Беседу Но Мы Уверены Что Еще Много Раз Мы Встретимся С Пожалуйста Прочитайте Стихотворение Сына Ничего Если Вы Заплачете Мы Вас Поймем Он Такие Замечательные Стихи Читая Вот В прочтении Матери Которая Лучше Всех Других Знает Сына Нам Очень Хотелось Это Услышать Да Хорошо Я Прочитаю Стихотворение Которое Называется Мое Солнце Я Не Жажду Одобрения Незнакомых Мне Людей Все Что Нужно Мне Терпение Чтобы Стать Еще Сильнее Все Что Скажут Незнакомцы Не Изменит Мне Пути Мое Собственное Солнце Мне Шепнет Куда Идти А глянусь Ища Дорогу Всюду Мрак Куда Ж Мне Солнце Теплого Родного Слышу Глаз К своей Мечте Лишь Оно Не Отвернется Не Пути Тихо Спросишь Что Лист Солнце Я Отвечу Это Ты И Тогда Вдвоем Во мраке Взявшись За руки Пойдем За спиной Оставим Страхи Вместо них Покой Найдем Это стихотворение Это мой долг Будем больше Понимая Как вам больно Вас задерживать Еще раз Вам огромное Человеческое Спасибо Мы с вами Держитесь И помните Что вы Настоящий Герой Потому что Вы занимаетесь Вот такой Общественной Деятельностью Спасибо 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 Ну что ж И Сейчас Мы Узнаем Точку Зрения Религиозного Деятеля Это Нашего Студента Цику Рустама Имама Мухтасиба Мечети Города Майкоп Республики Адыге Магистранта Биа И может Для тех Кто не знал Об этом Участника Вооруженного Грузино-Остинского Конфликта 2008 года То есть Это тоже человек Который Сам Прошел Через Вот такие События Он нам Коротко Скажет О том Буквально Минут 5 Как Что такое Патриотизм С точки зрения Исламского Вероучения Ну что ж Пока там Решаются Такие вот Технические Моменты Мы с вами Поговорим Вот о том Какие же Есть у нас Сегодня Лучшие Продуктивные Решения В области Патриотического Воспитания В современных Исламских Образовательных Организациях Да То есть Вот Другими словами Что нужно делать Для того Чтобы Мусульманская Молодежь Интересовалась Историей Патриотизмом И Тем Как Что такое Долг Честь Да Как защищать Отечество Вячеслав Вячеслав Абдулович Может быть Скажете Несколько Слов Мне кажется Что сегодня Очень важно Сделать Шаги В двух Направлениях Первое Надо Собирать Те крупицы Те крохи Которые Остались После Великой Отечественной Войны И Это В первую Очередь Касается Необходимо До конца Собрать Те письма Которые Отправлялись На Крон И Выявить В них Мусульманскую Тематию Особенно В те моменты Если Воин Пишет О том Как он Молился И так Далее Второй Момент Сегодня Необходимо В соответствии С велениями Времени Письма Не пишется Но Сегодня Необходимо Как можно Больше Собрать Скриншотов Переписок С телефонов Когда Независимо От своей Национальности Религиозности Люди Пишут О своих Впечатлениях От войны И Вот Все Это Надо Издавать Обязательно Надо Если С точки Зрения Рассмотрения Через Гинзы Как Мусульмане Участвуют В специальной Военной Операции Обязательно Произвать Видеофиксацию Фотофиксацию Документировать Те Все Факты Как В годы Великая Отечественная МА Собирали Продукты На фронт Какие-то Деньги Как Сегодня Все Это На Коптеры Собирают И так Далее Как Все Это Делается Для Побед Разбираться Мы Будем После Победы Над Украинскими Нацистами Почему Народ Был Вынужден За Свои Деньги Спасибо Вячеслав Падович Спасибо Пожалуйста Муса У вас Тоже Есть Мнение Я Тоже Считаю Очень Важным Посмотр Документальных И Биографических Фильмов О Мусульманах Которые Героически Сражались За Шею Отечества Также Входят Интераптивные Мероприятия Послушаем Биографии Героев Мусульман Как Они Сражались За Шею Отечества Мы Знаем Несмотря На Что Они Изощрали Они Соблюдали Свою Религию Должным Образом Также Будет Интересный Просмотр Также Будет Интересный Просмотр Встречи И Живое Общение С Защитниками Отечества Услышать От них От их Ост Когда Они Сражались За Шею Отечество Было Очень Интересно Встречи С ними Спасибо Артем Вы Что-то Хотели Добавить Первое Я считаю Что Нужно Наполнять Правильными Смыслами Провечные Даты Нашей Государственности То есть 23 февраля Как Светский Праздник Чтобы Мусульмане Знали То Что Это Памятник Воинской Доблести И чести Нужно Проводить Мозговые Штормы Чтобы Мусульмане Молодые Могли Вносить Свои Идеи И Инициировать Какие-то Проекты По Социально Зачем Темам Второе Нужно Проводить Военно-спортивные Игры Среди Молодежи Чтобы У них Было Спасибо Большое И Конечно же Вот Главный Человек Который Представит Мнение Администрации Руководства Болгарской Исламской Академии Это Саяхов Руслан Леницевич Проректор По Науке Руслан Леницевич Готовы Сказать Несколько Слов Да Да Уважаемые Коллеги Наталья Сергеевна Здесь Нас Собралось Достаточно Много Представителей Администрации В Казани Мы Часть Времени Работаем Здесь Часть Времени В Академии Хотелось Наверное От имени Всех Выразить Огромную Благодарность За За такое Мероприятие Здесь Мы подняли Послушали Поразмышляли Над такими Темами Глубокими Которые Не могут Оставлять Человека Без 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 Глубоких Эмоциональных Потрясений Это Защита Родины Это Человеческий Долг Это Воспитание Конечно же Хотелось бы Сказать О том Что Мы Выражаем Или Глубокий Поклон Маме Нашего Героя Маме Нашего Героя Ильдара Глубокий Человеческий Поклон Тому Молодому Герою Которого Мы Видели Он Только Вчера Был На войне Остался Без Ноги Но у него Есть Сила Улыбаться Радоваться Мечтать О чем-то Ставить Перед собой Какие-то Новые Цели Это Не Может Не Восхищать Ну и В завершение Хотелось Сказать Что Наши Студенты Академия В целом Работники Академии Они Работают В данном Направлении В направлении Защиты Своей Родины В том Плане Что Наполняют Смыслом Духовным Смыслом А значит Придают силы Всем Кто Занимается Защитой Родины С оружием В руках Мне кажется Это Очень важная Работа Тоже Потому что Родину Защищать Можно Очень И очень По-разному Вспомните Как начал Свой рассказ Вячеслав Абдулович Что он 30 лет Мечтал Попасть Непосредственно На Военные Действия В то время Как участвовал В них Но в другом Статусе Другие Задачи Выполнял Так же И наши Студенты Если Непосредственно Сейчас Вы этим Не занимаетесь Защитой Своей Родины То вы Готовитесь К этому В будущем Как минимум В той части Которая будет Наполнять Смыслами Всех Всех Наших Соотечественников И Мусульман В частности Поэтому Всем нам Старания Целеустремленности Сил Ну и Ну и Конечно Очень важно Сохранять Ту историческую Память О которой Мы Сегодня Начали Говорить Спасибо Спасибо Большое Салам Алейкум Пожалуйста Вот у нас Рустам Цику Готов Выйти На связь Имам Мухтасип Мечети Города Майкопа Пожалуйста Рустам Вам Слово Приветствую Всех Участников Мероприятия И прошу Аллах Субхану Атали Воздать Благом Тем Людям Которые Выступали Доносили До нас Важные Важные Информации Истории Своё выступление Хочу начать Со слов Аллах Субхану Атали Аллах Говорит В Коране Сражайтесь На пути Аллаха С теми Кто Сражается Против вас Но не Приступайте Границы Дозволенным Воист Но Аллах Не любит Преступников Аллах Субхану Атали Повелевает Нам Защищать Себя И В это же Время Аллах Субхану Говорит Не Приступать Границы Дозволенного Не Быть Беззаконниками Убивающих Женщин И Детей На Это Указ Также Слова Пророка Мухаммада Салям Который Сказал Сражайтесь С врагами И Щезти Детей Хадис Передан Абу Даудан В Фикхе В Исламском Праве Есть Разделы Которые Объясняют Нам Которые Говорят Нам Как Вести Джихад Есть Разделы Где Разъясняются Правила Введения Джихада Которые Воин Должен В принципе Придерживаться То есть На данном Этапе Мы видим Что Мусульманин Где бы Он Не Находился Должен Оставаться В первую Очередь Мусульманинам Которые Придерживаются Законов Аллаха Субханна Уталя Которые Придерживаются Пути Пророка Мухаммада Салли Аллаху Алейху Ассалям Мы Сегодня Говорим О защите Отечества И мы Должны Понимать Что Это И есть Любовь К Родине Имеются Прямые Доказательства От Пророка Мухаммада Салли Аллаху Алейху Алейху Ассалям Которые Каждого Мусульманина Так Мут-Тапи Гинди В книге Приводит Историю С Ассалем Аля Аузали Который Однажды Прибыл Пророку Мухаммада Салли Аллаху Алейху Из Мекки И пророк Мухаммада Салли Аллаху Алейху Стал Расспрашивать Его О родном Городе О Мекке И когда Ассал Завел Речь О Мекке Посланник Аллаха Салли Аллаху Алейху Это известный факт. «Колько прекрасна ты! Тебя больше всех я люблю! И если бы мой народ не изгнал бы меня из этих земель, я бы его не покинул бы!» Так говорил пророк Мухаммад, саллиллаху алейкум ассалям, о Мекке. Мы должны заметить, что пророка Мухаммада, алейкум ассалям, изгнали из его земель. Изгнали. Но он не перестал любить свою родину. Это пример того, как должен относиться мусульманин к своей родине. Хотя на этот момент в Мекке было много мушников. То есть там не было чисто религии, за которую можно было любить эти места. Но пророк Мухаммад, саллиллаху ассалям, не перестал это делать. Также если мы скажем, что известно, важной задачей каждого руководителя государств является защита государства и его граждан. А та задача практически неосуществима. Защита неосуществима без наличия каких-то патриотических чувств у мусульманина, у человека в принципе. Значит, государство подразумевает под собой любовь к родине. Если мы вернемся к истории, в общем истории, то мы увидим, что все народы без исключения в определенные времена участвовали в войнах, защищая свою родину, защищая свою религию, защищая свои обычаи. Всегда это было. Иначе Всевышний Аллах, субхану ассалям, повелел бы оставлять свои земли, отдавать его захватчикам и бежать на другие земли. Но этого не было сделано. Не было этого сказано. От Али, ради Аллаха, передаются такие слова. Державы, страны, процветают только любовью к этой родине. То есть страна не может процветать без любви к ней. Говоря о нашей родине, о нашей стране, мы должны понимать, что мы воспитаны в духе коллективизма. То есть конечной целью является сохранность страны, сохранность граждан от внешних и внутренних угроз. Когда мы смотрим сегодня на Запад, через соцсети и так далее, будучи мусульманами, мы видим то, что предлагает нам Запад, неприемлем для нас, своей культурой неприемлем для нас, своим воспитанием неприемлем, неприемлемым ценностями и плюрализмом мнений, которые находятся именно в этом обществе. Когда некоторые люди призывают нас, именно эта работа, которая проводится в соцсетях, некоторые люди призывают нас оставлять родину, оставлять защиту стран, нашей страны, уезжать в какие-то там места, называя это хиджрей, мы должны задаваться вопросом, а кто нас там ждет? И есть ли гарантии, что с этих земель не придется также искать убежища в других странах? И самое главное, то, что в процессе этих многочисленных переселений человек теряет свою идентичность, теряет свою религию, теряет свой язык, как это случилось с многими беженцами. Мы мусульмане, аль-хамдул-лях, которых в принципе не притесняют в собственной стране, открытые открываются мечети, аль-хамдул-лях. У нас есть медресе, у нас есть университет, который выдает аккредитованные дипломы, признавая наше знание, наше обучение. Наше обучение повсеместно поводится в конкурсы Куана, печатаются, переводятся книги, религиозная литература переводится. Мы можем совершать хадж с наших земель, с нашей страны, с такими условиями, которых нет у других стран. Имея в виду, мы знаем такие страны, в которых запрещено совершать хадж, когда человек не достигнул какого-то определенного возраста. И это проблема. Многие люди не доживают до этого возраста. То есть эти все плюсы мы должны видеть. Также, если мы посмотрим на Запад, об этом много кто говорит, но это очень важный момент, когда мы видим вот эту агитацию, вот это навязывание ЛГБТ-движений всяких. Мы понимаем все, будучи мусульманами, что это является запретным нашей религии. Ни один из нас не хотел бы, чтобы его сын или его дочь перенимал вот эти вот культурные, вот эти наследия Европы, и мы видели это в наших семьях. Также я хотел бы сказать о чем. Мы видим также в странах, как периодически сжигаются Кораны, которые было недавно сделаны. Мы видим, как рисуются карикатуры на пророка Мухаммада, саля-аллаху али-и-васаляму. Мне лично неизвестны такие вопиющие случаи, которые происходили бы в нашей стране. Если бы не было уважения к мусульманам, если бы не было уважения к нашей религии. Да, мы об этом должны сказать, что мы иногда сталкиваемся с теми моментами, когда запрещается та или иная религиозная литература. Как пример приведу переводы Кур'ана, к примеру. Но вместе с этим мы понимаем, что речь идет о переводах Кур'ана, в которых богословы разошлись во мнениями, что относительно того, что правильности перевода или трактовки священных текстов. Так что мы видим запреты религиозной литературы, которые выходят за рамки четырех канонических мазхабов, к примеру. И представляют собой какие-то радикальные течения. И если наша страна, наше отечество, о котором мы сегодня говорим, не будет на законодательном уровне их запрещать, не будет нам помогать, тем самым помогая очищать умы религиозного общества, то мы сами этого не сможем сделать. Почему? Потому что у нас нет судов, у нас нет таких органов, как приставов, которые следили бы за всем этим. И в принципе сегодня нет в исламских странах всего мира. Кто был, тот и знает. И хотелось бы в конце сказать, что все это вышесказанное для нас является причиной того, что мы должны переучать себя, своих детей, любить свою Родину. Не смотреть куда-то всегда, а любить свою Родину. Спасибо вам за ваше искреннее выступление. Ну что ж, хочется внести предложение инициировать проект по развитию методов патриотического воспитания, о которых мы сегодня говорили. И позвольте завершить наше мероприятие чтением священного Корана и дуа, которое, мы надеемся, донесет пожелание благополучия всем воинам, которые сейчас находятся на защите Отечеством. Всем тем, кто их ждет, мы всем желаем здоровья, благополучия, мира. Пожалуйста, Джалилюдин. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok О, Всевышний Аллах, нет Бога, кроме Тебя. Тебе принадлежит власть небес и земли. Ты знаешь тайное и знаешь явное. О, Всевышний Аллах, укрепи тела и души наших солдат, которые сейчас несут свою службу на заставах и постах. О, Всевышний Аллах, они с честью и достоинством выполняют свой войский долг. О, Всевышний Аллах, пускай каждый, кто находится в зоне боевых действий, достойно служит своей Родине, вернется домой живым и здоровым. О, Всевышний Аллах, даруй тем, кто исполнил долг перед Тобой райские сады, и веди их в рай, прости им их грехи. О, Всевышний Аллах, приумнож имущество и здоровье тем, кто участвует и помогает общему делу, общему делу и приближает победу. О, Всевышний Аллах, мы просим Тебя помочь им. Даруй благополучия нашим народам, даруй благополучия нашей стране. Аминь. Ну что ж, позвольте пожелать всем добра, мира, стойкости, и выразить надежду, что у нас будет с вами еще много возможностей встретиться, поучаствовать. Мы благодарим все крупные исламские заведения нашей страны, которые тоже сейчас в онлайн режиме вместе с нами проживали эти часы, минуты. И мы искренне надеемся, что еще много у нас впереди в плане сотрудничества. Благодарим все, мы будем благодарны за отзывы о мероприятии, которые вы можете направить Вячеславу Абдуловичу, Ахмадулину. Мы ждем ваше мнение. Оно важно для нас. Благодарим. Рахмат. Благодарим. Продолжение следует...